Сегодня мы поговорим о семи признаках слабой веры. Первый признак – когда мы начинаем совершать грехи, не испытывая никакой вины. Это явный признак слабости веры. Когда мы грешим без всякого чувства сожаления. Я выпил без всякого угрызения совести. Я пропустил пятничную молитву и ничего. Это указывает на то, что иман ослаб. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Вся моя умма может получить прощение за исключением тех, кто совершает грехи открыто». Все мы совершаем грехи, но мы сожалеем и говорим «О Аллах, как же я мог? О чем я вообще думал?» И мы тут же просим у Аллаха прощения и каемся перед ним. Однако, если человек не испытывает никакого сожаления после совершения греха, то это признак слабого имана. Когда мы скатываемся до такого уровня, нужно быть предельно осторожными. И вовремя осознать, что с нашей верой что-то не так. Истинно верующие, совершив грех, не находят себе места. Аллах, субханаху ата'аля, сказал «Истинно верующие – это те, которые, совершив грех, даже если это тяжкий грех, немедленно обращаются с покаянием и вспоминают Аллаха, и просят прощения за свои грехи, и не продолжают совершать их». Это касательно первого признака. Второй признак – это чувство лени при совершении обрядов поклонения. Особенно чувство лени при совершении обязательной молитвы. Когда они встают на молитву, то встают неохотно. Они не хотят молиться, и даже во время молитвы они не осознают, что у них на устах. Они хотят поскорее закончить молитву, и даже не знают, о чем прочитал имам. Их не интересует поклонение. Им не интересен пост. Даже обращаясь с мольбой, они в спешке тараторят что-то, и тут же уходят. Никакого интереса. «Все это указывает на слабую веру, мои братья и сестры». Аллах Субхану Ута'аля уже предупредил нас, что одним из признаков лицемерия, нефака, является лень при совершении молитвы. Третий признак – неимоверная паника во время бедствия. Все мы испытываем трудности и проблемы. Вы потеряли работу. То, как вы отреагируете на это, является показателем, насколько крепка ваша вера. Аллах Субхану Ута'аля сказал нам в суре Аль-Ба'кара, которые, когда их постигает беда, говорят «Поистине мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся». Это утверждение, которое должен произносить каждый верующий, когда его постигает беда. Но если кто-то начинает жаловаться, мол «Почему?» или кричать в панике «Я же молюсь и подаю милостыню! За что мне это все?» Нет-нет-нет, это уже показатель слабого имана. Все мы знаем, что все, что предписано нам Аллахом, даже если это иногда выглядит очень тяжелым испытанием, мы, как верующие, знаем, что Аллах желает нам только добра. В силах мы это увидеть или нет? Четвертый признак – черствость сердца. Когда сердце зачерствело и стало невосприимчивым. Вы слушаете лекции, слушаете пятничную проповедь или даже Коран, и это не вызывает у вас никаких ощущений, ни единой слезинки. Пятый признак – это высокомерие. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи ва салям, предупредил нас, что если у кого-то в сердце окажется высокомерие весом с горчичное зернышко, то тот не попадет в рай. Аллаху акбор. Шестой признак – это скупость. И последний признак – это зависть из-за благ, которыми наделены другие. Если у вас проявляются все эти признаки, то у вас очень слабый иман. Если же вы заметили два или три признака, то ваш иман слаб именно в этих аспектах, и вам нужно устранить их. Ассаляму алейкум. Дорогие братья и сестры, теперь вы можете приобрести официальный мерч канала Миссия Дауа. Для этого просто перейдите по ссылке в описании. Покупая мерч, вы поддерживаете работу канала. Да примет от вас Аллах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...